2023 год, юбилейный год правления шведского короля Карла XVI Густава, 50 лет на престоле. Карл XVI Густав зашел на престол в сентябре 1973 года, в возрасте 27 лет, и правит по сей день. Это самый долгоправящий король за всю историю Швеции. Постоянной резиденцией ныне правящего короля Карла XVI и королевы Сильвии является дворец Дротнинхолм, расположенный в 10 километрах от Стокгольма, на берегу озера Меллоро. Название Дротнинхолм, что в переводе означает «остров королевы», восходит к зданию, которое король Юган III велел построить для своей королевы Катарине Егелонике в середине XVI века. Это было двухэтажное здание с башнями, построенное архитектором Вильямом Боем, которое, к сожалению, было разрушено при пожаре в канун 1662 года. Тогда архитектору Никодемусу Тессину-старшему было поручено построить новый дворец, соответствующий статусу Швеции, которая на тот момент была одной из наиболее могущественных государств Европы. Под руководством Никодемуса Тессина было возведено величественное здание с интерьерами, относящимся к наилучшим примерам раннего барокко в Швеции. При замке был создан также парк в стиле французского барокко с ландшафтными лабиринтами, фонтанами, статуями, в значительной степени сохранившейся до нашего времени. В XVIII веке Дротник Холм был преподнесен в качестве свадебного подарка принцессе Луисе Ульрике Прусской в честь бракосочетания с наследным принцем Адельфом Фредериком. Золотой век дворца приходится именно на время правления Луисы Ульрике. Она окружила себя поэтами, художниками, учеными и писателями. В те времена появилась библиотека, зал которой и сейчас считается одним из самых красивых в Швеции. В 1777 году государство выкупило Дротник Холм у королевы Луису Ульрике, и с тех пор дворец с прилежащей территорией находится в его владении. Хотя дворец принадлежал шведскому государству, он использовался королем Швеции Густавом III, сыном Луизы Ульрике, в качестве летней резиденции. Густав III продолжил обустройство дворца, заказывал мебель у ведущих мебельных производителей Швеции. При Густаве III появился английский сад с прудами, мостиками, островками, лужайками. Со смертью Густава III в 1792 году сияние Дротник Холма немного поблекло, а позже и вовсе пришло в упадок. Дворец и прилежащие построения были повреждены силами природы, а их инвентарь был либо вывезен, либо продан с аукциона. И вот в XIX веке, во времена своего правления, королю Оскар I и Оскар II повлияли на внешний вид и внутреннее убранство замка. Дротник Холм обрел новую жизнь. И наконец, в 1981 году здесь поселились король Карр XVI и королева Сильвия. Дворец Дротник Холм впервые стал постоянным местом жительства шведских монархов. Королевская чета проживает в южной части дворца. А интересно, дома ли сейчас монарша семья? Да, если над дворцом развивается флаг, то они дома. В 1991 году дворец Дротник Холм с прилежащей территорией и 40 построениями стал первым объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Количество посетителей парка и дворца составляет около 700 тысяч человек в год. Дротник Холм вот уже более 400 лет является местом отдыха и культурных мероприятий, где короли и королевы оставили свой отпечаток на дворце и его окрестностях. Посетите, не пожалеете!